МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотел купить машину, а нарвался на афериста. Отправили мы деньги, после чего я ему перезваниваю, спрашиваю, все, деньги пришли? Да, деньги пришли, сейчас я вам перезвоню. Полиция вышла на след мошенника, он задержан. Ангарские дачники, труженики и созидатели. У него золотые руки, он построил дом, построил теплицы, молотовую баню. Садоводство округа оспаривает звание лучшего в рамках летнего конкурса. И фитнес как лучший антидепрессант. Привлечь тех людей, которые идут усталые, замученные с работы, потанцевать и попеть. Размяться после работы теперь можно в парке ДК «Современник». На телеканале «Актиз» время новостей в студии Елена Токмина. Здравствуйте. Сегодня пришло трагическое известие. Во время своего отпуска разбился на мотодельтаплане главный инженер ангарского электролизного химического комбината Вадим Кальк. Его тело спасатели обнаружили сегодня утром в предгоре хребта Хамардабан в Бурятии. При службе комбината сообщили, что топ-менеджер отправился в полет несколько дней назад, но связь с ним прервалась. Коллеги рассказали, что он был опытным дельтапланиристом и посвятил этому спорту много лет. Ему было 53 года. Прокуратура Иркутской области выявила нарушение в работе регионального министерства здравоохранения, а именно при проведении конкурсных процедур по закупке лекарств. Проверку надзорное ведомство инициировало в Минздраве в начале этого года. Одна из причин – многочисленные жалобы пациентов на невозможность получить препараты. Недостаток медикаментов ощущали и ангарчане. В городе за 2017 год были перебои с лекарствами для диабетиков, а также с вакцинами туберкулина. Сейчас Минздрав устраняет выявленные нарушения. Областная инспекция по труду на основании итогов прокурорской проверки привлекла министра здравоохранения Олега Ярошенко к административной ответственности. Санкция статьи 5.27 Кодекса об административных нарушениях предусматривает штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Интернет-мошенники не дремлют и придумывают все новые способы обмана. На удочку аферистов попадаются не только доверчивые пенсионеры. Жертвами становятся люди разного возраста и социального положения. Почему обманщикам верят, об этом далее в сюжете. Роман Чесноков – обычный электромонтер, водитель аварийной диспетчерской службы. У него хорошая семья, любящая жена, подрастает дочь. Решили купить вторую машину, нашли подходящее объявление на известном сайте и позвонили продавцу. Как выяснилось позже, тот оказался мошенником. Предоплату можете отправить, я придержу машину для вас. Мы согласились, он отправил номер карты, на который надо скинуть сумму. Сумму договорились в 5 тысяч рублей. Сумма, конечно, в наше время небольшая, но для нашей семьи это существенная сумма. Отправили мы деньги, после чего я ему перезваниваю, спрашиваю, все, деньги пришли. Он, да, деньги пришли, сейчас я вам перезвоню. Ну, проходит 10 минут, 20 минут, не перезваниваю. Не позвонил аферист Роману и через час, а счет, на который он перевел деньги, оказался киви-кошельком. Вечером ангарчанин обратился в полицию. К счастью, эта история для Романа закончилась благополучно. Мошенника задержали, и он вернул долг хозяину. Но такие случаи – большая редкость. На сегодняшний день совершено 72 преступления, в результате которого мошенники завладели денежными средствами наших граждан-ангарчан. В прошлом году таких преступлений было примерно на том же уровне – 70 преступлений. Раскрыть подобные преступления сложно. Мошенники используют номера телефонов разных регионов страны, придумывают новые хитрые способы обмана, заранее продумывают разговор со своей жертвой. Главная цель одна – выманить деньги. Полицейские советуют – не доверяйте незнакомому человеку и при малейшем сомнении не принимайте поспешных решений. Елена Токмина, Мария Константинова, Роман Буйнов. Местное время. 28 июля свой профессиональный праздник отметят работники торговли. Сегодня заслуженные награды и благодарности, подписанные мэром округа, получили 32 сотрудника сферы продовольствия. Эти люди отдали много лет своей профессии, ответственны в бизнесе, а также поддерживают социальные проекты. Мне, конечно, очень приятно получить благодарность от мэра, от администрации города. Я хочу сказать, что труд работника торговли очень тяжелый, очень непростой. И благодарность мне – это, конечно, благодарность прежде всего работникам, всем нашим продавцам, заведующим администраторам нашей торговой фирмы. Торговая сеть в Ангарске развита широко. Сегодня в округе насчитывается 5 гипермаркетов, 13 супермаркетов, 43 торговых центра и более 800 непродовольственных и продуктовых магазинов. Ну а сейчас слово дежурной по рубрике «Кто это сделал?» Она продолжает следить за санитарным состоянием города. И вот какие нарушения попали в объектив на этот раз. В зоне особого внимания один из выпусков нашей программы был посвящен территории 256-го квартала. Здесь выделены участки для малоэтажной застройки для многодетных семей. Территория распределена участки в собственности. Но буквально за пару месяцев этого года территория, призванная стать цветущей и застроенной, превратилась в огромную свалку не по велению неведомых злодеев, а по воле самих собственников. Сюда привозят мусор для отсыпки, дерево, стекло, бытовые отходы, одежда, пластик. В ход идет все. Объявления о приеме мусора на участке размещены здесь же. Ссылаясь на то, что это личная собственность, владельцы не реагируют на замечания. Валят, сыплют, захламляют. Опасная ситуация не заставила себя долго ждать. Вечером в минувшую пятницу начался пожар на одном из участков. Звонок с жалобой на задымление поступил от жителей соседнего 15-го микрорайона. 20 июля 2018 года в 21.30 мы получили сообщение от жителей 15-го микрорайона о том, что вот здесь в районе 256-го квартала крупное возгорание, едкий дым и все это шло на городские дома. После прибытия сюда мы приехали, сюда выяснили остановку, оценили, что да, действительно горит. Горит бытовой мусор, который сводится сюда незаконно. И сводится он для того, чтобы аренда, есть собственники этих участков, на которые они собираются сыпать фундамент. Никакого разрешения ни от администрации, ни от других органов власти вот сюда свозить нет. И это не специализированный полигон. В результате вы можете посмотреть, что вот это все массово горело. Были приняты меры для того, чтобы эту свалку прежде всего разгрести, убрать мусор и пролить это все водой. Мы порядка потратили здесь, ну в деньгах я не знаю, но это примерно где-то 100 тысяч рублей. Потому что работал здесь экскаватор, его надо будет оплачивать, он работал в 6 утра, я считаю, до 2 ночи. Плюс сюда приезжала федеральная противопожарная служба, порядка 40 тонн воды. То есть люди были отличены от того, вместо того, чтобы заниматься спасением на пожаре, они вынуждены были вот это вот, недобросовестных товарищей, поливать вот это все водой. Несколько часов огнеборцам понадобилось, чтобы локализовать пожар. Горел мусор на земле и под землей. За время захламления возникла воздушная подушка, которая прогорала, доставляя немало трудностей в процессе тушения. Грайдирование провели и на соседних участках. Только на утро следующего дня специалисты убедились, что проблема решена. Надолго ли? Я уже обращаюсь к собственникам, потому что вы, собственники, видите, что это ваш участок, прекратите сюда возить вот этот мусор. Это не строительный полигон, это не мусорная площадка. Я понимаю, что вы хотите отсыпать фундамент, но не возите сюда мусор, который может потом возгореться. Тем более вы еще потом предъявляете претензии, что так вы можете проводить работы на моем участке без моего согласия. Мы уже просто обращаемся напрямую к этим собственникам. Пожалуйста, если вы живете в этом городе, прекратите сыпать там, где вы живете. Вы же здесь тоже живете, живут ваши дети. Для информации, согласно статье 210 Гражданского кодекса, время содержания имущества полностью лежит на собственниках. Это и ответственность за состояние, и недопущение чрезвычайных ситуаций. После пожара этот участок долгое время не следует использовать под застройку. Продукты горения будут долго напоминать о себе и впоследствии могут отразиться на здоровье проживающих. Как только это все выясняется, что здесь пожар, восгорание, задымление, собственник сразу начинает говорить, я ничего не знаю, я сюда никого не приглашал, я сюда никого не завозил. Это самостоятельные действия этих людей. Когда мы останавливаем машину, выясняется, что собственник на месте, он с документами, и спокойно стоит на это дело, когда это все вываливается. Ему, когда делаются какие-то замечания, он говорит, это мой участок, я что хочу, то и кидаю. И вот это все потом будут страдать дети легочными заболеваниями, заболеваниями сердца и всем чем угодно. Здесь все, можно любой букет найти. А между тем машины с мусором продолжают идти в направлении 256-го квартала, с позволения собственников и на грани пожара. Продолжаем выпуск. А вот в ряде домов 7-го микрорайона жителям свойственен весьма своеобразный подход. Мусор здесь не выбрасывают в мусоропровод или контейнер, а просто ставят у подъезда, наверняка полагая, что специалисты управляющей компании или соседи по дружбе вынесут чужой мусор. Спешим вас разочаровать. Это нарушение и неответственное поведение. А вот обращение неравнодушного жителя квартала А. Соседи паркуют транспорт на газоне, что нашло отражение в фотофактах. Свалки и мусор часто имеют очень серьезные последствия. Проще этого не допускать. Ну а мы будем следить за ситуацией, и вы первыми узнаете, кто это сделал. Зимой вышивают картины, а летом трудятся на участке. Да так, что каждый растение благоухает и пышет здоровьем. Наша съемочная группа побывала в гостях у постоянных участников городских выставок цветов, дачников с большим стажем, читы поращенных. В СНТ юбилейное 3. Их участок считается образцовым. Вот картинки. Это красавица восточная я начал. Вот видите, на это я делаю работы. Знакомство со своей дачей Анатолий Никитич начинает с экскурсии в доме. Все стены в картинах, выполненных на пару с супругой Любовью Ивановной. Занятие рукоделем под песней любимого попугая помогает скоротать длинные зимние вечера. Маленький фонтан с золотой рыбкой и очаровательным нерпенком встречает всех гостей. В уютной беседке часто собираются соседи. В этом году супруги отметили 34 года совместной жизни. 30 из них они провели на своем участке. Все здесь сделано с любовью и неповторимой фантазией. В своем садоводстве поращенных считают образцом для подражания. Любознательные, трудолюбивые, с большой душой, с великим сердцем добрым. Мимо не пройти. Отличные садоводы по всем параллелям. Все выставки их, новые сорта, всевозможные растения. И дарят, и когда идешь мимо, и чаем напоят, и конфету предложат, и кусочек тортика, и все что угодно. Анатолий Никитич – флорист от Бога. Про такого говорят. Палку в землю вставит, она и зацветет. После весь этот разноцветный результат распространяет Любовь Ивановна. Она – ярая участница всех садовых выставок. Как и что выращивать за советом, часто приходят именно к поращенным. Даже по вопросам строительства многие дачники обращаются к Анатолию Никитичу. Ведь все постройки на участке – это его рук дело. У него золотые руки. Он построил этот дом, построил теплицы. Молотовой баню и все остальное. А еще ведь он очень любит творчество. Он сделал такую красивую мельницу, сделал колодец, фигуры всевозможные, фонтан чудесный вот такой. По хорошему, говорит, жене, как жена, говорит, и барина тоже. Ну, а хозяйка, конечно, она все по наше дело общее выращивать, ее там консервировать, все это и подспорья. Одновременно это и лечение, это красота. Дети, внуки, все соседи приходят, ребятишки. Это для души. С балкона второго этажа дачного домика простирается прекрасный вид на реку Ангара. Но в последние годы водоем представляет опасность для садоводов. Зимой вода выходит из берегов и подмывает участок. Это их собственный труд, это их собственный дизайнер, это их собственная красота. И вот, чтобы вот эту красоту сохранить, есть проблемка у них за забором. И эту проблемку мы будем решать. Это укрепление берега надо делать. У них уже подошла река и подмывает берег уже от забора в трех метрах. Каждое лето садоводы собирают весомый урожай. Охотно делятся им с соседями. Поращины – достойный пример как супружеской жизни, так и трудолюбия. Говорят, что во время работы с землей все проблемы тут же забываются. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время. Оригинальная выставка открылась в Музее минералов. Свои работы зрителям представили не художники, а начинающие дизайнеры. На полотнах вместо пейзажей и натюрмортов – проекты календарей, вывесок, фирменных стилей городских предприятий. Авторы работ – молодые специалисты, окончившие ангарский промышленно-экономический техникум. Свои идеи в экспозицию оформила и преподаватель учебного заведения. Одна из задач выставки – привлечь молодежь к специальности дизайнера. Проходит выставка ангарского промышленно-экономического техникума, выпускников специальности дизайн. Здесь представлены проекты фирменных стилей, интерьера, иллюстрации, календаря. Батик еще представлен. Остальные работы, которые маленькие, формат – это станковая графика. Тоже мой дипломный проект. Кроме дизайнерской экспозиции, в Музее минералов открылась выставка «Советская живопись 50-60-х годов». Полотна представлена из музейного фонда. В Ангарске активно развивается адаптивный спорт. Занятия с горожанами, имеющими проблемы со здоровьем, проводятся в центре, созданном на базе общественной организации «Инватурспорт». Главные направления работы руководители центра накануне обсудили за округлым столом с представителями учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта. Индивидуальные программы, созданные инструкторами, существенно улучшили самочувствие и облегчили жизнь десяткам ангарчан с инвалидностью. Но положительных результатов может быть больше. Вот эта разъяснительная работа, она должна дойти до каждого общественника, непосредственно до МСЭК, какие виды мы предлагаем услуг на сегодняшний день через центр адаптивного спорта. И я думаю, что совместная работа, она даст очень хорошие результаты и по привлечению людей к активному образу жизни. Реализовать многие программы реабилитации в центре адаптивного спорта смогли на средства президентского гранта. На летней эстраде ДК «Современник» накануне вечером состоялся танцевальный флешмоб. Идею придумали и воплотили воспитанники ангарской школы мюзикла. Для чего танцоры решили развлечь горожан, расскажем далее в сюжете. Фитнес под открытым небом – хорошая разрядка, импульс, дающий порцию бодрости после рабочего дня. Автор идеи – Светлана Шмидт, руководитель школы мюзикла и верит, что часовой динамичный марафон способен зарядить участников на несколько недель вперед. Цель нашего танцевального фитнес-флешмоба – привлечь тех людей, которые идут усталые, замученные с работы, потанцевать и попеть. Казалось бы, это смешно и, может быть, так несуразно звучит, но все это реально. После того, как зазвучала музыка и призывы ярких ведущих, из пустынной площадки за считанные минуты эстрада превратилась в оживленный танцпол. На месте не устояли даже взрослые. Проходите с другом сегодня по парку, слышите задорную музыку, решите подойти посмотреть, что там происходит. А оказывается, здесь выступают ребятишки. Очень весело, задорно. Такие зажигательные марафоны обещают повторять каждые две недели. Следующий флешмоб запланирован на 17 августа. В 18.00 танцоры будут ждать всех желающих на эстраде парка «Современник». Юлия Хохрякова, Роман Буйнов, Местное время. Впереди солнечные выходные. Тем, кто планирует провести уикенд в городе, можно посетить современный лунопарк. Развлекательные аттракционы расположились у ДК «Современник». Подробности далее в программе. Быстро катались, и потому там страшно было сильно. И она самая была классная. Мы приглашаем всех ангарчан в наш московский лунопарк, где можно весело провести время, покататься на наших аттракционах. Они рассчитаны как для самых маленьких детей, так и для взрослых. Мы рассказали о самых заметных событиях дня далее в программе «Прогноз погоды». А у нас все. Хороших выходных! Продолжение следует...